В региональном УФСИН подвели итоги работы за прошлый год. Сейчас в архангельских колониях содержится чуть более 9 тысяч осужденных. В основном это люди, совершившие серьезные правонарушения. 60% осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления. 16% отбывают наказания за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Одна из главных задач руководства регионального УФСИН в этом году, несмотря на кризис, сохранить в колониях рабочие места. На производстве сейчас занята только половина от общего числа отбывающих наказания, тогда как именно труд позволяет осужденным получать зарплату и выплачивать долги по судебным искам. Есть и положительный показатель. В прошлом году осужденные по муниципальным заказам произвели товары и услуг на сумму 9 миллионов рублей. Эта цифра в три раза больше, чем в 2013 году. Также неплохие показатели по самообеспечению продуктами питания. По производству мяса заключенные закрывают свою потребность на 100%, по молоку на 80%, а по картофелю на 50%. Ну а главным событием этого года, безусловно, станет амнистия, приуроченная к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Предположительно освободить от дальнейшего отбывания наказания могут первых осужденных тех, кто возместил вред, нанесенный их преступлением. По опыту прошлых лет, амнистия в честь победы коснулась ветеранов войны и боевых действий, инвалидов и пожилых людей, женщин и несовершеннолетних. По первым предварительным данным, в Архангельской области претендовать на освобождение могут 981 человек. Из них 916 состоящие на учетах в уголовно-исполнительной инспекции и 75 человек из колоний. Субтитры создавал DimaTorzok